Всем привет! Сегодня я расскажу о своих покупках. В основном это был уход за волосами. И единственное средство, которое к этому уходу не относится, это антиперспирант от Garnier Mineral. Активный контроль. Обычный дезодорант-спрей, который, не знаю, здесь хоть и написано, защита в экстремальных условиях жара, спорт, стресс. Меня в стрессовых ситуациях не защищает ни один дезодорант на 100%. И этот не стал исключением. Также может оставлять белые следы на черной одежде. Ну, не сказать, что прям совсем все очень так плохо, что даже когда вы одеваете кофточку, бывают такие дезодоранты, когда вы одеваете какую-то черную одежду, если она в обтяжку, то цепляете и прям слишком сильно все это оставляется. Нет. Но вот именно если на вас какая-то черная одежда, которая в обтяжку, уже одета, со временем все-таки может оставлять белые следы. А все остальное у меня пойдет уход за волосами. Так, начну я с шампуня. И начну с шампуня, который произвел на меня самое лучшее впечатление. И из шампуня, который я пробовала, наверное, последние несколько лет, это, наверное, самый лучший шампунь, от которого я, по крайней мере, пока в восторге. Не знаю, может быть, совпадение состояния волос. Но будем надеяться, что нет. Потому что в этом видео это только мое первоначальное мнение. Окончательно будут в пустых баночках. Итак, это понтин прови защита от потери волос. Именно как он насчет потери волос, я пока ничего не могу сказать. Это надо постоянно пользоваться. Но шампунь сам по себе классный, вообще супер. Ну, аромат для понтина прови, наверное, такой стандартный. Какая-то нежная какая-то отдушка. Конкретно ничем не пахнет. У него потрясающая какая-то кремовая текстура. И даже пера на волосах, она такая кремовая, она такая мягкая, такая приятная. И после мытья головы шампунь выполняет функцию шампуня. Бальзам-поласкиватель, маски для волос, какой-нибудь сыворотки несмываемой. То есть я воспользовалась одним шампунем. Я расчесалась, не использовала больше ничего. Я начала расчесывать волосы. У меня хоть бы одна волосинка зацепилась. У меня настолько были волосы, хорошо расчесывались, как будто бы я пользовалась ополаскивателем, причем хорошим ополаскивателем. У меня настолько были мягкие, живые, шелковистые, напитанные волосы, как будто бы я использовала маску какую-то очень хорошую. Волосы настолько были какими-то гладкими, шелковистыми, блестящими. Такое ощущение, что я воспользовалась какой-то сывороткой. То есть, ну реально, шампунь, это вот прям раз, два, три, четыре в одном. Вот один этот шампунь. И пока я от него просто в восторге. Надеюсь, что мое мнение о нем не поменяется, когда я буду уже активно пользоваться. Следующий шампунь, который мне тоже, ну, можно сказать, понравился, уже не так сильно, но все-таки понравился. Это шампунь от Garnier Ultra Dox. Восстановление питания, масло, авокадо и карите. У меня когда-то, сто лет назад, был такой шампунь. Но я уже не помню, как бы, что он тогда делал. Здесь написано интенсивное восстановление и блеск. Могу сказать, что шампунь очень хорошо питает. Вот, с этой функцией он справляется на ура. Он хорошо питает волосы. Волосы действительно напитанные. Аромат такой приятный, сладенький. Так что, питает уже хорошо, уже поэтому мне понравился. Следующий шампунь, это шампунь от L'Oreal, L'Sef, сила органина, аргинина. Укрепляющий шампунь. Питает волосяные луковицы, укрепляет. Волосы растут более сильными. Но насколько он там восстанавливает, я не знаю. Насколько укрепляет, это нужно пользоваться очень хорошо. Что мне понравилось в этом шампуне, он хорошо промывает волосы. Волосы с ним шелковистые, волосы с ним легкие. Вот они какие-то с ним не спутанные, струящиеся такие. Вот это мне в нем понравился аромат. Ну, тоже какой-то приятный. Не пойму, фруктовый, наверное. Так что, в принципе, шампунь, ну, хоть что-то доделать. Следующий шампунь от Garnier Fructis. Свежесть. Укрепляющий шампунь для жирных волос и кожи головы. Как-то и укрепляющий, и свежесть. Но, честно говоря, в этом шампуне, у меня тоже когда-то он был, сто лет назад, пахнет свежими фруктами. Вот этот шампунь особо ничего как-то не делает для волос, кроме того, что нормально их промывает. Так что, как вот он будет укреплять, это нужно пользоваться очень долго. Свежесть. Ну, в принципе, свежесть, наверное, придает. Он же все-таки нормально их промывает. До скрипа не скажу, что прям до скрипа, но просто хорошо моет. А там буду дальше пользоваться. Посмотрю, может быть, что-то еще замечу. И последний шампунь. Это шампунь от Le Petit Marselier. Так, так, так. Так, мягкость и сияние. Лена, молочко, сладкого миндаля. Сейчас у меня хлопнет дверь. Простите, это у меня тут дочка бегает. Так, в общем, шампунь должен... Что-то я отвлеклась. А, мягкость и сияние. В общем, этот шампунь тоже как-то особо... Я не заметила, чтобы он что-то делал. В плане аромата. Аромат какой-то... Ну, может быть, и миндальный, но... Нет вот этого вот... Ну, как-то вот... Миндаль, миндальное молочко. Он как-то более нежно, как-то более приятно пахнет. А здесь, ну, может быть, то, что лен. Вот что-то такое... Какое-то невесомое еще. Этот шампунь как-то я тоже не заметила, что он особо что-то делает. Просто моет голову. Но посмотрим дальше. Вполне возможно, что... Что-то я замечу. В аптеке я купила себе бальзам-кондиционер золотой шелк. Легкость расчесывания. Комплекс кератин. Для длинных, очень длинных волос. Я не знаю, обычно как-то бальзам и кондиционер они идут несмываемые. А это как бальзам-ополаскиватель. Его нужно смывать. По аромату он такой приятный, какой-то фруктово-ягодный. Ну, а так не скажу, что он супер там... Действительно, прям супер легкое расчесывание. Обычный бальзам, который... Ну, волосы, конечно, лучше после него расчесываются, чем без него. Но супер такого легкого расчесывания, что прям какой-то суперский бальзам, что он что-то такое супер делает с волосами, я не могу сказать. Хороший, нормальный, обычный бальзам. Следующее, уже из несмываемых средств, это понтин прави мгновенное восстановление, спрей интенсивное восстановление без утяжеления. Ну, такое двухфазное средство. Обычный спрей, он абсолютно неощутим на волосах, то есть, как бы нет такого ощущения, что на ваших волосах какое-то масло или что-то еще. Спрей, который просто делает ваши волосы более какими-то блестящими, свежими. Скорее внешне как-то будет заметно, чем внутренне действительно что-то сделает на волосах как-то. Но будем пользоваться, посмотрим, может быть, со временем. У меня волосы после этого спрея как восстановятся, как восстановятся. От Фруктис купила укрепляющую сыворотку против секущихся кончиков. Вот такую. Ну, насколько она восстанавливает кончики, не знаю. Но на волосах ощущение такое, что, ну, как будто вы нанесли какую-то сыворотку, вот именно маслица. То есть, ваши волосы, кончики как бы запаиваются. То есть, восстановить она, может быть, и не восстановит, но, по крайней мере, вы не будете ощущать вот эти вот текущиеся кончики. Сыворотка их вот именно как бы сгладит. Они будут запаянными такими. Волосы более мягкие, более шелковистые, более блестящие. Ну, как после масла. И последнее, что я себе приобрела, это вот такая малипухусечка. Это кератин для волос. Он такой серии DNS или DNC. Я первый раз такое вижу. Это здесь такой дозатор. Средство. Вы знаете, когда я первый раз его нанесла, у меня было такое ощущение, что волосы стали какими-то вот, ну, как будто бы они не промытые, что ли. Но потом как-то, знаете, немножко подрасчесались, все разошлось. И я просто поняла, что мои волосы выглядят так, как они должны выглядеть настоящие живые волосы. Они не пересушены. Они какие-то напитанные, увлажненные, какие-то гладкие, шелковистые, холеные, такие более. Не сказать, что прям вот волосы, как где-нибудь из рекламы, где там уложили всем чем-то только можно, и они выглядят как парик, вот настолько они идеальны. Такого нет. Но вот именно если говорить о натуральных, настоящих волосах, вот здоровые волосы, вот с этим средством выглядят так, как они должны выглядеть. Ну, не знаю, конечно, очень маленькая такая баночка, здесь 20 миллилитров. Будем пробовать. Я надеюсь, что действительно, все-таки это кератин для волос полезная вещь. Это все мои покупки. Единственное, что, конечно, уже конкретное мнение будет все-таки в пустых баночках. Это первоначальное мнение. Ты просто вот попробовала. И вот так мне, по крайней мере, показалось, что с моими волосами эти все средства произвели именно такие действия. Бывает такое, что иногда окончательное мнение с первоначальным расходится. Бывает. Редко, но бывает. Поэтому ждите пустые баночки. Но пока мое мнение о этих продуктах именно такое. Так что всем, кому понравилось это видео, ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал. Я вас всех люблю. Всем пока-пока.